Зазааарбу, да вы думаете что почему я сижу здесь и почему неожиданно без каких-либо особых анонсов мы просто начинаем с того что пьем на камеру привет вы смотрите безценный опыт а точнее вы смотрите после партии нихера себе в видео формате кто мог себе представить А на ютубе? Это на ютубе не на бусте. Для всех. Вот, вы можете спросить, а после какой партии? О чем мы вообще сейчас будем говорить? А для этого... Да, у вас сегодня не было на канале. Да, для этого вы можете посмотреть на окошко ДМа, в котором сидит товарищ Даня, также известный как Sneaky Dice, вот, которым можно отправиться на канал и посмотреть ваншот, в который мы играли за авторством Даня. За авторством Дани. Вот, ссылка есть в описании, туда можно сходить, это все посмотреть, подписаться на канал Дани и так далее. А здесь мы уже будем обсуждать, как нам вообще игра, как Даня ко всему этому готовился, как это все и так далее, и тому подобное, и вообще чего кого, ребята. Так что сначала туда, а потом сюда. Чтобы подогреть ваш интерес, сообщу, что тут некая концепция, даже чуть-чуть уровень на уровне. У меня есть видео, где я за день, буквально за вечер с нуля написал, ну да, с нуля, свое вот это приключение. Это был некий челлендж для меня, прям level up. Я боюсь импровизировать, боюсь что-то вести самостоятельно, я всегда беру модули, и к ним готовлюсь там по пять, по шесть дней, бесперестанно, пока вот игра не начнется, даже бывает жутко. А здесь я сделал вызов, сделал это быстро, на свой страх и риск, потому что недавно я сыграл в ваншотик, и там много импровизировал. И мне понравилось импровизировать, я подумал, что здесь будет так же, а вот было ли так же, и все мы сейчас обсудим. Ну, то видео будет любопытно заценить, плюс саму игру. Потом возвращайтесь, или сначала смотрите, короче, тут уже ваша воля. Смотрите все. Реально, ну что, вам типа есть чем заняться, у вас типа там работа, друзья, отношения. Начинайте и смотрите. Идите просто смотрите весь контент, который мы делаем. Сколько можно вообще? Чего мы вот это вот с вами размениваемся? Так. Прикольный мув посередине с поворотом сюжета. На самом деле, вы-то не знаете, да как все было, расскажу. Сейчас будут спойлеры, мы будем обсуждать то, во что мы уже поиграли на канале Дани, чтобы вы нам не писали, типа, что, стоим, спойлеры. Ну, хрен с ним, да. Пожалуйста, посмотрите сначала, то, чем мы говорим. Поэтому сначала туда, потом сюда. Обратно. Ну, прикиньте, ну, может быть, среди вас тоже есть такой человек, люди же любят иногда спойлеры. Вот у меня моя жена, обожает спойлеры, она специально все читает, изучает, когда вот на нашу Наруто смотрит, и она спрашивает там, сразу говори, а я понимаю, насколько наперед много всего менялось, и разные вещи там происходили, я такой, ничего, все рассказывать. Я, знаете, я понимаю, что она любит спойлеры, но я выдаю грамотный спойлер, чтобы он пред спойлером, потом, чтобы она спросила, ей дать более важный спойлер, чтобы у нее ожидание по спойлерам медленно шло. Прикольно. По продвижению. Как трудно. Я ни хера не понял, но он сжет и спойлером. Не, я поняла, прикольно, прикольно. Да, по пути просмотра, я буду понять, когда интереснее будет узнать этот спойлер, насколько долго произойдет это событие и так далее, но я уже знаю, когда она любит. Да, как у меня происходит подготовка очень часто, Мне даже интересно узнать, как тебя, Кирилл. Эмоции, типа я просто вижу сцену, вижу мем, вижу музыку, ну далеко не буду выходить в музыку, наверное нет, может да. Но все в том, что есть какая-то заплатка из эмоций, я просто записываю, беру и хочу это засунуть в игру, короче. Часто это не к месту, но мне просто хочется это реализовать. И с этой игрой произошло именно так же. Полтора года назад я просто увидел мем в какой-то из пабликов. Я, кажется, даже видел тоже этот мем. Там мем опустят, там убьют всех, зайдут в пещеру, а ты у них отберешь листы и выбрать целую пещеру и отбиваться, что-то такое. Я такого сохраню. Когда вчера я сидел, думал, блин, надо написать с нуля, я начал заметки, у меня першат различными сохраненками из разряда странных. Заметки Pinterest, персонажей, вдохновение разного формата. И здесь я наткнулся на этот мем, я просто сел, так, все, это самое главное. И начал рисовать уже от этого. И рисовал, опять-таки, я гадалка, лежал образ, хотел всегда реализовать четвертую стену, что кто-то сумасшедший или неважно мыслит кубами и верхними сущностями. Шутка про Гачимуча не говорит, я ночью ее придумал. Вообще все, чтобы вы понимали, скажу, сколько я готовился, чтобы был маленький градус, чтобы от меня отстали. Да, было шероховато, но готовился я, правда, сейчас скажу, пять часов, для меня это мало, вечером до отъезда. Я приехал, у меня не было времени что-то делать, я люто гулял, потом мы бухали, вернулся домой ночью. Поздно ночью после ровесника, классное место, два-три часа, где-то до четырех, вот я даже до пяти, наверное, вот там вот два часа где-то поготовился. Много не успел, но был доволен, потому что я хотел попробовать обуздать этот страх. Ну, я волнуюсь, типа, всегда, я не знаю, вот смог ли ты обуздать страх, наверное, уже смог, столько видео. Вот это волнение, оно неприятно, мне не нравится, но когда оно внутри игры проходит, ты такой, есть, расслабился, прикольно. Типа, волнение в отношении чего? Типа, как пройдет, как, типа, понравится, не понравится, или все ли я правильно делаю? Баланс, надо боевка. Про что для тебя волнение, потому что это как будто очень широкий цифр. Ну да, естественно, тут нужно копать, откуда идет страх, но это точно сборная солянка эмоций. В основном, я заметил это, когда я как раз-таки очень долго готовлюсь по официальным, обычным модулям. Я больше волнуюсь, потому что я знаю все, я придумал много, и я волнуюсь, ой, они не туда будут, или туда, а если не пойду туда, а я бы хотел, чтобы туда. Меня больше переживали за того, куда они пойдут, и как они могут все это поломать, нежели как сейчас. У меня многое не готово, и я не волновался, потому что мне нечего ломать, типа, я и так в условиях... Я просто наблюдаю, пытаюсь подстроиться, так или иначе. Вот, мне понравилось, или, возможно, потому что вживую, тоже инсайт, блин, я играл вживую раньше. Ну, можно, да, я просто только сейчас понял, что надо же монолог делать, или вообще... Говори, говори, говори. Играй душой, это правила нашего канала, мне кажется. В целом, да, и тем более это после партии, типа... Хорошо. Это супер свободный формат. Я всегда просто... Пош, заебись. Я понимаю, что вы привыкли к порно-студии, но я просто... Глаза фиксируют количество камер, я еще всегда знаешь, что думаю, я такой смотрю, типа... А Заль, нет камер? А, нет, нет. Это меня немножко убивает. Ну, да ладно, так-то комфортно. Я говорил про то, что забыл. Потому что у тебя ничего не было готово, и ты поэтому не волновался. Плюсом сверху скажу, что так сильно кайфанул от реального присутствия реальных кубов. И почувствовал, кстати, сложность. Глаза метаются, хоть вроде все в одном месте, но из-за того, что не надо тыкать, я расслабился. Я вижу заклинание, я его записал, но я не подумал о том, что надо в момент игры тяжело на нем сконцентрироваться, когда это заклинание ты знал ночью, и вот как-то... Это правда. Вы это абсолютно видели. Я кубы бросал, я терялся, и вот там снова зарождалось волнение. Волнение гасило, я забывал, что происходит, и это очень меня сильно закапывало. Я хочу сказать вам, не знаю, какую методику вы используете в обсуждении игр. Мы с ребятами, прикольно, вот у нас Освальд, Лемур. Чувак говорит всегда, давай говорить, типа, игра, мастер, игроки. И каждый вот так вот рассказывается по этой системе. Это хорошая, кстати, прикольная градация. Да, чтобы всему уделить внимание и всю игру таким образом осветить. Вот я бы хотел по такой методике, чтобы мы с вами раскидали по очереди. Ну, давайте мастерами буду первый тогда, как со своей стороны скажу. Давай. Ну, я очень лояльный и добрый, мне тяжело критиковать или еще что-то. Плюсом здесь и нечего критиковать. Касательно игры, делал на коленке, кайфанул. Много даже, учитывая того, что я это делал в ППХ, много чего не реализовалось. И было, да, много импровизаций классной, которая всплывала. Я такой, это классно, вкидываю. Ну, из разряда там, сейчас не вспомню, но парень, которому всплывали спину, захотелось мне так. Ты его полечил, и многие такие взаимодействия. Ты сказала про хлеб, бабушка сказала, что еще черный возьми. Да, да, нет, это прикольные мальчики. Обычно, вот серьезно я вам говорю, я настолько дотошный до противности, что я думаю, так, вот они могут там поговорить, а если они негативно говорят, если позитивно. Слишком продумываю, это неправильно. Во-первых, это... Ну, это не то, что неправильно, это просто заюблют. Да. Типа... Да, 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 это очень много времени. Неправильно, это такая субъективная история. Потому что, ну, типа, кому-то реально гораздо, ну, так удобнее, комфортнее и все такое. И это можно понять. Ну, типа, да, это уже труд, ебал. Это жесть. Это полнейшая жесть. Это очень много времени отбирать. Но скажу за себя, что это... Ух ты! Вот это, да? Тот радиус, который схемивал. Я... Нет, это 20-ти футовый радиус. Я не знал, что это диаметр. Я думал, это... Я думаю, вы обратили внимание. То есть радиус и диаметр? Да. Но другие приоритеты выбирал. Я думал, меньше будет. Но... Нет. Ребезги — это такая штучка. Решил ее не фиксить. Но вот тяжело с баланса на боевке. Но еще к ней вернемся. Начну тогда, да, говорить касательно самой игры. Про свою же игру. Сделан на коленке. Но я от нее кайфанул. Потому что тот простор фантазии мне нравилось реализовывать. Было классно. Игроки. Игроки. Ну, про мастера не буду говорить. Говно игроки. Понятно. Все ясно. Зря приезжал, получается. Я реально кайфанул от... Во-первых, Вася. Я увидел, когда Кирилл показывает, типа, не надо. Я такой, это не иронично, типа. Это не иронично было, да. И я такой понимаю, что, блин, я вспомнил о том, что... Естественно, у нас с вами не было ни нулевой партии, ничего. Ну да. Я же никого из вас не щупал. Я же не знал, что кто-то может быть мягок в этих эмоциональных штуках. И смерть может близко принять и так далее. Я тоже сильно боялся, что мы не сыграемся. Ну, не сыграемся. Не буду вас чувствовать. Не смогу там, где нужно пошутить. Не смогу там, где нужно надавить. Ну и правда, я шел закрытыми глазами. Но я знаю, что кубик Рубика умеешь собирать. А ты любишь животных. Я люблю, да. Кубик Рубик это Глеб. Ты путаешь. Ты перепутал просто Глеба с Максимом. Не, на самом деле, это просто и мой косяк. Ты работаешь в офисе. Да, я работаю в офисе. Типа, у меня есть некоторые такие стоп-темы, которые я не очень хочу обсуждать за ДНД столом и за НРИ. Вот, а я об этом не знал. Но просто я очень сильно привыкла играть в одной компании, где все уже об этом знают, и просто никто эти темы не трогает. И каждый раз, когда я с кем-то играю в ваншот, я иногда вспоминаю об этом, иногда, к сожалению, забываю. Ага. Но, типа, я поэтому загрузилась в середине игры, возможно, это было кому-то заметно, возможно, нет, но я в конце чуть-чуть подразвеялась, и все было все нормально. Но ты испытываешь прям жесткое напряжение, и это все давит? Типа, тепло и плохо? Ну, типа, да, есть определенные темы, которые мне некомфортно затрагивать в настольных играх, куда я прихожу расслабляться. Вот, это в основном темы, типа, смерти беременных женщин, смерти детей. И я, ой, у нас выразили всю семью, и я такая, пу-пу-пу. Классно, наверное. Даю мастерское вдохновение Кириллу, потому что ты умудрился сделать свою моську другую. Типа, ну, одно дело, ты показываешь, типа, ой, да не надо, надо, типа, перебор, перебор, а ты сделал перебор. Типа, я вижу, что лицо такое же, я вижу твое лицо, но я вижу, что оно не такое, и я такой, блядь. Я реально... Ну, действительно, ну, не было у меня особо таких историй, но я просто, что это говоришь, я, ну, типа, первая мысль, типа, блядь. Я смотрю на Васю такой, сука, а я так, типа, кладу руку, так, все, спокойно, да? Вот, ты продолжаешь, я так... Ты ее спас. У меня большая часть была прописана, чтобы зарядить вас на как раз-таки месте, чтобы вы были заряжены на месте. Еще много вот нарративно описано ситуаций и воспоминаний скорее. Я их обрезал, ну, естественно, но это без вопроса. Спасибо за то, что я подстроился. Опять же, я понимаю, что это мой косяк, это я сама забыла. Ну, не то, чтобы это косяк было. Ну, типа, просто, да, знаешь, Сама себе немножко сучончик так подпилила, и сижу, жду. Сработает или нет? С привлеклибости ради, я не хочу показаться каким-то не таким человеком, вот. Но, вот, типа, мне вот иногда хочется какой-то жести, чтобы я такой, типа, ёб твою мать. У всех разный диапазон приятел этого. Да, да, да. Поэтому, то есть, я понимаю, что, Вася, тебе было некомфортно в этом плане, мне не круто, что тебе было некомфортно. Но именно там с моей призмой я в этот момент думаю, ну, вот, блядь, блядь, эмоция. Это сам классный в середине игры, он офигенный. Это есть та центральная эмоция, от которой я рисовал. Я, как бы, больше всего, вот, хотел вот это, когда-то кликфен, клик... Хэнгер. Хэнгер, да, бэнгер. Налицо. Хотел, чтобы это сработало, и я всё отсюда копалось, этот центр, да, поэтому он должен был много эмоций принести, и вот, да, это так и произошло. Я ближе к тебе, я, как раз, хотел пожестить, чтобы зарядить вас на более яростную месть, и плюс, чтобы вы как-то почувствовали, что, да, вы, естественно, это обычные гоблины, господи, даже если у них есть семья без разницы. Здесь я хотел чуть-чуть, чуть-чуть так подвести нарративно, что они изгнанные, да, значит, чуть-чуть смазать мазью, что они чуть-чуть бедные гоблины. Типа, они не те, которые всегда кого-то рабочат, ещё что-то, они просто свою начали вот родословную, естественно, они когда вырастут, они там расплодятся и будут дальше... Мы построим новую империю гоблинов. Да-да-да, новую империю. Но сейчас это по камню. Там все будут под этими гоблинами, а мы это, ну, уже теперь как бы так работаем. А кости ваших друзей это будут вообще там... Да-да-да. Ты соорудишь... Ты же выжил, Гюк. Да-да. У меня, короче, я как мастер, ну, вам рассказываю, очень тяжело вспоминаются имена. По секрету, ты, надеюсь, по секрету рассказываешь сейчас? Чисто для нас вот четыре, которые здесь сидят, по секрету. Но мы не скажем никому. Хорошо. Просто дичь в том, что я сам себе зарыл, у вас три слоя имён. Во-первых, я постарался запомнить... Я сейчас могу ошибиться. Сейчас. Максим. Нет. Блин. С вами Вак, с вами Вак. Всю игру перекрыли. Вася, Кирилл, Максим и Глеб. Меня легко запомнить, потому что я единственная девочка. Но у меня имя интересное. Оно может быть как женское, так и мужское. Поэтому это тоже. Вы понимаете, ваши имена? Я смог. Ночью готовился, потратил время. Второй слой. Ваши игроки. Запомнил, запомнил. Добавляется третий слой. Вы уже гоблины. Угу. Я смотрю на эту таблицу инициативы. Я на вас смотрю. Но теперь я за него играю. А кем он был? Я думаю, вы заметили, что я просто забыл, кто из этих. Четвертый слой. Нужно ассоциировать миниатюрку с тем именем, которое я еле запомнил. Я в середине игры забыл, кто ходит. Короче, это еще повлияло на мое волнение. Вот я так себе закопал этим. Это касательно игры было. Продолжу про игроков. Удивлен. Не удивлен. Сплоченный, это понятно. Мне очень понравилось, как ты защитил и реально донес до меня, что надо стопаться. Удивлен и поражен диапазоном эмоций. И почувствовать это, это жестко. Ну, типа, это мои уже загоны какие-то. Это же мои, типа... Опять же, ну... Я просто хочу до тебя тоже донести, что ты не виноват в этой ситуации. Просто это... Лучше было бы спросить или тебе рассказать, как... Ну, не во всех игровых компаниях и игровых коллективах вообще есть люди, у которых есть какие-то темы, на которые они не хотели бы... Обычно ты садишь за стол и, блядь, кустики дашь. Вот. Поэтому, ну, как бы... Но, опять же, ты уже сюда пришел получать бесценный опыт. Бесценный опыт. Убейте меня. А хотите, я уже выпил половину, я могу вам сказать... Ребят, ну, кроме Кирилла. Вконтакте пришло сообщение. Я выпил достаточно и готов сказать концовку вашей компании. Давай. Давай. Хорошо, можно? А, это пассивка записана. Не-не-не. Вы хотите знать, что с шеей Ламберт? Что с ним произошло? Что с ним? Да-да. Ламберт. Ламберт. Говори, говори. Кто главный злодей? Я просто прощупываю, как у вас тут... Что такое-то? Пытаюсь вас раздразнить прямо в подкасте сейчас. Я думал, ты побежишь, знаешь... Да-да, я знаю, что у меня там висит. Да, он знает, какая концовка. Пассивка и языки. У него все на три года вперед прописано. Сука, антагониста. Рассказывать главное. Нет, вандитуальный антагонист, а мы на подсосе. Макс-герой. На подсосе. Макс- единственный герой, который превращается в статуи, блядь. Да? Просто герой, но никто не говорил, что мы умные герои. Так что все сочетается. Мы перебили. Ну нет, да. Продолжим по игрокам. Наверное, вас всех подчеркну. Не буду выделять в плане отыгрыша. Это прикольно. Менялись голоса с персонажами. Ваши диалоги. Это офигенно. Я еще вживую на это смотрю. Я вспомнил, как у меня было, я когда играл с друзьями своими, затянул их. Они, естественно, не так вовлечены. Из-за этого я не вникал в лор побережья меча. Во все это не лез, потому что моим игрокам реального это не было нужно. И я играл из разряда, смотрели. Они такие, да, ну это так же, типа. В целом работает. На них это сработало. И когда удавалось посмотреть, что игроки после чего-то, какой-то заявки начинают говорить, не прерывая спросить меня, а просто продолжают общаться, как игроки. Я просто вот так посидел, радовался. В онлайне это немножко не так работает. Есть это ощущение, но здесь я снова почувствовал это. Я просто сижу, знаете, хочется кинуться. И тут как бы кинотеатр, театр начинается. Я просто понимаю, что, блин, камера. Ты так напугал меня, Кирилл, камерой пять часов. А пять часов, оказывается, достаточно. Пять часов это очень дохерает. Да. И я просто смотрю, я понимаю, надо бы поторопить. Нет, не могу. Я просто буду смотреть. Не, очень прикольно, ну, типа просто в эту же штуку скажу, что очень прикольно, поскольку редко сижу за столом, вот реально вот что-то вот, ну там вот идет какой-то диалог, и ты так, ну, типа, абсолютно лауки, тихонечко. Да, это круто. Да, кайф. Не нужно... Почти, ты нравишься. Да, да, да. Я с тобой говорил. Очень классно. Это круто. Я тоже бывал игроком, и это неожиданно, и даже не хватает загруженности. Ты такой, так, я начинаю скучать, почему я... Я пытаюсь на вас всех смотреть, но обычно у меня в голове все, а тут ты просто такой наслаждаешься. Голоса просто. Когда ты заговорил Гоблина, мне так понравилось. Я не могу вспомнить, кого ты мне напоминал, но какой-то типа из смешариков. Хайрон из первой компании. Ну, нет, нет. У Гайрона было, ну, такой вот, он достаточно низкий, нахлепый. А тут, ну, такая вот, ну, дебилая. Ладно, хорошо, как у Гайрона? Снора. Как у Гайрона в каких-то... Каких-то аспектах. Каких-то аспектах. Ну, да, да, да. Без клявых. Без хрипоцит. Да. Не, а тогда мы стараемся по мере сил и возможности. Очень круто, очень круто. Выглядит, звучит и чувствуется офигенно. Из всех из вас, Кирилл, ну, по крайней мере, как я заметил, в персонажах написал зацепку, что... Ну, это тоже спойлер. У нас тут просто идите, смотрите не это видео. Ну, в смысле, которое внизу. Короче, я не знаю, почему вы все стражи, а Кирилл пытается скрыть свое страшное прошлое. Ну, да, короче, я просто задумался, ну, типа... Моему челу, типа, тридцать, нахуй, шесть или тридцать восемь. Но он, поскольку по гному... Очень сложно понять. Он всем говорит, что ему, типа, около сотни. Прикольно. И он такой вот, типа, челик, который, вот у меня там, типа, прописано, что это, типа, самый опасный в каждой комнате. Вот пытается так себя показать. Что, типа... Вот, а на самом деле, пусечка-писечка. И что на стражу к королю-то он пошел, просто потому, что, ну, типа, ебнул какого-то чела. И ему такие, ну, смотри. Он такой, я служу королю. Правильно? Все, все. И вот тут вот такой вот. Просто тут какая ситуация. Мы вот сегодня с Кириллом это обсуждали. Естественно, да. Быстро. И я от вас не требовал. Вот что, я же не писал вам. Ну-ка, предыстория или что-то зацепиться. Я не требовал, да. Ну, во-первых, просто это ваншот. Тут, ну, почему Кирилл прописал, почему мы остальные не прописали. Я просто вот... Кирилл привык писать. Кирилл... Кирилл дорвался просто. Кирилл дорвался. Кирилл давно не играл. Именно. И вот ему пока... Он писал нам в какой-то момент, на неделе это было. Он такой, блин, как же гайфово создавать лист персонажа. Когда я сидел... Ёб твою мать. Я сижу. Я причем, я пришел заебанный. У меня очень сложная там неделя на работе была. Я прихожу. Я очень хотел поиграть, но вот у меня всегда огромная проблема создать персонажа. То есть для всех основных персонажей компании, кроме там вампирской, я сидел с Кириллом, отдельно просто болтал, как это лучше... У меня оно в процессе обычно происходит. Вот. И тут я сажусь и думаю, сука, так, мне нужно... Так, это... Ёб твою мать. Это же будет... Это же будет... Жрец. То есть там обилки. Да хищи заклинания. То есть нужно разобраться в механике. Я за этот класс не играл, мне внутрь. Я брал потестить именно там, что, как оно делает. Вот. И я смотрю, но вот эти вот там черты, идеалы, привязанности и так далее... А я в компании это не заполняю. А что, когда я готовлюсь? Я не ожидал, что это надо заполнять. Я просто ждал легкие ключики, с которыми можно подергать. Но я не предупредил вас по этому, да. У нас есть такая тема, я так понимаю, у Глеба такая же. То есть вот, именно если на Новый Свет посмотреть. Мы накидываем по ходу. То есть, знаешь, персонажи прочут, что... У Лакса там много чего изначально продумано. Да, у Лакса много этих крючков есть. У Лакса много крючков, у Рози много крючков. А вот у тебя и в Вандитуале просто... У меня какие-то появляются. У тебя какие-то появляются, в Вандитуале они тоже есть заранее, но у вас у обоих вот тут пусто. Просто то, что ты говоришь, извините, я тебя перебью, просто быстро вставлю. Вот это у меня было абсолютно точно с вампирами. Где я создал персонажа примерно на вот костях, и такой вообще не ебут, что с ним дальше делать. Можешь пить кровь? Вот прям ноль денег. Ну да, он примерно этим и занялся. Да, и вот первую партию мы играем, и я такой, ааа, вот теперь понятник. Ну да, да, частая история. Но я тоже, типа, я сажусь и такой, как он говорит вообще... Ну, видимо, вот так. У тебя бы кайфовый персонаж был. И знаешь, самое смешное, может кто-то начинал что-то говорить, извините. Я забыл за эту потянуть ниточку. Когда пришел персонаж к вами, он бы тебя отвел и надавил на то, что в этом случае, типа, если вы провалитесь, тут вы так же провалились, мы тебя загремим. Этот диалог должен был состоять, я про него забыл. Да, типа, от этого, от Джаспара или какого-то... Да-да-да, он должен был на тебя давить, но я про все это забыл, недавно придумал ночью, и оно улетело из головы. И в итоге с чем я взаимодействовал? Только с кубиками и пузом. Пузо классное было. Вообще, персонажи прикольные на ваншот, всегда прикольно создавать персонажей. Все, что я знал о вас, типа, 12 кубиков и твое пузо, и все, за что я дергал, это пузо и кубики. Идеальные противоположности просто. Я просто сижу так и понимаю, я говорю, Даня, серьезно, что-нибудь еще попробуй. Я такой, нет, пузо и кубики нормально. Если вы помните, я очень часто говорил про кубики. Я была не против. Просто на самом деле, если говорить про подготовку персонажа к ваншоту, довольно сложно и бессмысленно какого-то глубокого чела делать, намного проще сделать какого-то мемного. Да, да. То есть не настолько мемного, как у нас был перед компанией. У нас, короче, история. Кстати, вот это вот и наши подписчики не слышали. Да, кстати. Ух ты. У нас, ну вот, перерыв был между компаниями где-то месяца полтора. Ну, типа того, да. Вот. И за неделю до нулевой партии, по-моему, это было, мы решили устроить всратый ваншот. Он и назывался всратый ваншот. Вот там, конечно, там... Там такие мрази были. Там просто ублюдки. У меня буквально персонажа звали мразь. Он был гоблин. А-а-а. Вот. Он был следопыт, который что-то может кого-то призывать. Он призывал другого гоблина. А-а-а. Потому что я, ну, неправильно прочитал в описании. Плюс мне Федя сказал... У него был UNT. Вот. Он сказал мне написать ему... Создать ему, ну, лист. И он мне ничего не сказал про equipment. Вот. Я ему туда записал, что у него в рюкзаке мешок с говном. И он игрался. Это вот единственное, что у него было. Это мешок с говном. А с ним легко позаимодействовать. Туда и сюда впихнуть. Нет, там прям... Там вообще жесть какая-то была абсолютно. Мне казалось, он был UNT. Он же, по-моему, говорил только два слова. Это просто показать. Просто... Это слова, которые просто нельзя на Ютубе произносить. А-а-а. Да, да, точно. Я вспомнила. А на Ютубе тоже есть плохие слова. Конечно. Везде есть плохие слова. Там есть... Ну, типа, на Ютубе с этим попроще. Особенно в русском языке. Но, типа, N-word нет. Но это были плохие слова. Поэтому... А если они будут вырваны из контекста, я сейчас случайно вкину, а это, блин, часовое видео и монетизация убежит? Слушай, ну, типа... Или раз на раз не приходится? Все возможно в этом мире, как известно. Да, и зачем лезть в залупы лишний раз с товарищем Ютубом? Да, товарищ Ютуб. Уважаем. Здравствуйте. Вот тут порно снимаем. Здравствуйте. Вот это может повлиять? Нет, если ты просто говоришь слово порно, ничего не случается. Забей. Что-то я хотела сказать. Сок. Какие у тебя есть еще мысли на тему игры? Что-то ты еще хотел сказать? А, блин, мы улетели. На тему игры, наверное, нет. Мне, наоборот, больше хочется по вам послушать. Единственное, что скажу для зрителей ваших, то есть для своих, что еще я бы, если бы это была компания, не ваншот, да даже для ваншота бы я бы чуть-чуть подрастянул, на некоторый момент я бы еще хотел посмаковать, побольше вас поддержать на празднике, еще чуть-чуть больше. Потому что, ну, вы сами не так, ну, вы, отыгрывая своих персонажей, правильно поступали. В моем представлении, в котором я успел все это нарисовать несколько раз, пока спал, будет больше взаимодействия на самом празднике, то есть подольше еще минут на двадцать. Не так быстро вы разберетесь с гоблинами. Про баланс вообще отдельная история, тут его нет, не было, к сожалению. Последняя боевка была вполне балансная. Вот, это была прям балансная. Она была на механике. Я не подкручивал. Ну, типа, просто по... Единственное, что еще тюб... Я... Как будто бы у Хрипуна был угол, это больше КП. Вот в том-то и дело, что у меня было уговорственно, что я не подкручивал. Я тупил, и, мне кажется, у одного из персонажей, вместо того, чтобы отнять десятку, я написал десятку или добавил десятку. А, понятно. Подкручивал. Не про кубы, про, типа, нарратив, что там, типа, меня убили, меня лечат, и тут же мой ход. Вот какие-то такие штуки. А, больше мой нюанс незнания правил, и плюс я подумал, что хочу, чтобы вы еще посопротивлялись. Ну, да. Ну, да, это подкручивалось, считается. Да, да. Вот, и я такой... Ну, да. Пляшем, да. Если в тебя валюта зелий, ты лежал, а, по идее, ты все еще... Я все в порядке инициативы. Если я ходил, а я, по-моему, ходил перед Ярой, то я просто ход... Да. Понял, понял. Хорошо. А, да, я даже не заметил. Ну, касательно игроков, у вас... Я дико кайфанул. Просто столько всего, что можно выделить. Мне понравилось, насколько вы чувствуете персонажа, даже если вы его, типа, не чувствуете. Так это можно описать. Типа, вы не вникаете, может, в него, но вы установку получили, что вы стражей, и я, блин, я чувствую вас вот при короле, что вы так же реагируете, все классно. Касательно игры, все, наверное, все. Все, я просто настолько кайфанул, что, не знаю, даже что сказать, отметить отдельно... Можно вас каждый по разным аспектам. Лучше просто передам эстафету, либо Глеба, либо Максима, или Максима. Кому-нибудь еще. Просто такое есть предложение, чтобы не было, типа, вот один говорит, второй говорит, мы сейчас все вместе проигруем. Давайте, да. И вот это как будто будет просто ту-ту-ту-ту-ту. Твист в середине игры отличнейший. У меня были, типа, у меня был такой, типа, а вот мы как бы закончили квест в середине, извините, а что мы будем делать дальше? Я думал, что мы дропаем сейчас на этом, и что он просто времени рассчитал. Да, он просто, наверное, время хуёво рассчитал, и... Да, это была первая идея моя. Что сбывало такое? У нас был ваншот один раз. Который на четыре часа был заявлен. Который на четыре часа был заявлен. Ко мне пришли с полтора. Мы за час там сорок закончили, и Кирилл такой, ну, видимо, не четыре. Все, вот. Ну, и была, вот, у меня реально, то есть... Подождите, пока, когда вы ушли за пивом, вы думали, что, вернется, мы будем уже снимать... Нет, мы поняли, что там есть дальше какой-то... Когда ты забрал у нас листы, мы такие... Но вот в момент с листами было стойкое ощущение, что, типа, так, ну сейчас начнется после партии, значит, уже. То есть вот, ну, видимо, мы дольше должны были на праздники, или там боевка должна была подольше быть. Но вот какая-то такая... Я лично ожидал какую-то ебаку дальше по пещере. Ну, вот я тоже думал сначала, что просто мы будем... Там овцы. Да, либо мы сейчас идем в город с овцами, а по дороге... Там какая-то ебака. Стоят, типа, десять... Ёлки собираются в одну большую и начинают наизбить. Да! Ну, вообще видимо. Ну, типа, я еще думал, что там условно возвращаемся на праздник, и эти гоблины были какой-то мелкой заманухой, и кто-то реально другой хочет в портный праздник. И вот там-то у нас как раз траблы. И мы там хуячимся прямо вот на площади, и король стоит и такой... О, нет! И тогда я бы... Посмотреть на короля! У меня появился... Тоже вот в момент игры, знаете, линейки других сюжетов приходили, и мне очень понравилось, так осенило, что... А, сука, вы вернете этих овец, не проверите, что вдруг с ними что-то магическим образом сделали. Их сварят, верхушка разопьет, там начнется типа а-ля чума, зомби, и какая-то вот... Единственная возможность все вернуть в последний момент, вот еще так-так можно вернуть. Ну да, да. Ну, сгенерировал мозг, типа. Вот это я тоже сам пытался додумать. Ну, нет, вот этот твист, на самом деле, он очень прикольный. Он прикольный, и мне кажется, что это идеальный законченный ваншот. Вот, типа, все закончилось, нет больше сюжета, нет таких вот, а там еще дальше-дальше. Мы сделали вот это и сделали вот это. А еще наиболее радикализированного гоблина-то убили, поэтому вы можете начать нормально. Да, да, реально, кстати, по факту. Потому что если бы я выжил, я бы такой, ну, дальше бесим всех остальных людей. Ну да, да, да. Спасибо, Майна. Кстати, я была очень удивлена, что ты делал сам листы гоблинов. Сегодня утром в кофейне. Короче, я просто, я удивилась, потому что я буквально пару месяцев назад играла ваншот по маленькому модулю по ДНД, который называется We Be Goblins, типа, где ты играешь за гоблинов. И там что-то, по-моему, на каждый класс есть подготовленный приген. И ты мне выдал, и я смотрю какие-то знакомые вещи и не узнаю. И это было бы, конечно, тебе пиздец удобнее, потому что там просто прописанные персонажи, даже с какими-то условными, такими же, как ты написал, чертами-личностями. Да, вот ты говорил, что... Сейчас, подожди. Так, давай. Глеб. Почти. Буду Глебу. Елте мать. Сейчас, подожди. Я на ассоциациях сейчас запоминаю, сейчас что-нибудь с рифмой, он противник. Смотри... Максим, всё, ты певица! Да! Хорошо, знаешь ли ты? Доль ночных дорог. Шлабая секун. Максим сказал, что ему тяжело осточертело делать эти листы, и я охренел, как много у меня времени заняло создать 4 персонажа, Я сижу такой в кофейне, только в TikTok перестал снимать с Хобби Геймс, такой зашел в кофейню, у меня 40 минут. Такой low-key. Я такой, у меня 40 минут, я сейчас такой... Прошло 30, а я заполнил только один лист. Твои заклинания отобрали 30 минут, вас я накидал за 10 в сумме практически. Харизма плюс 10, глаза и низ. У меня просто очень мало что написано. Глеб был последним, и у тебя КД не добавлено. Ты пришел Глеб? У меня тоже, у меня КД почему-то 12, непонятно с чего. КД 12 вполне может быть, у меня 14. У меня задумка была, я с тебя начинал, я тебе дольше подписывал, я хотел, чтобы ты был смертоносен, и ты и мы был. Стеклянная пушка? Стеклянная пушка, да. Да, я хотел, чтобы это обратили внимание. Типа, оно должно быть 11 просто. Но, на самом деле, я посмотрел на лист, когда именно Гоблина, у меня возникли некоторые вопросы по каким-то моментам. Можете даже их не трогать, я говорю. Слушай, у меня все просто было, я не лез в залупы, я просто такой, так, нас предупредили, что какие-то штуки просто вот они вот так. Не все по официальным правилам, просто вот если оно так, значит оно так. Да, да, ну вот мы уточнили то, что было в перерыве, и все, на самом деле, что там делать. Да, нет, самое важное, что там было ХП 12. Как-то маловато. 25. Вот, а нет, в целом игра, блин, прикольно, прикольно поиграть в такой ваншот с персонажами, которых не особо жалко. Типа, сдохнут, сдохнут. Типа, его было очень жалко. Не, у меня была охуенная девушка Орчиха, я давно хотела поиграть за Полу Орчиху, и наконец-то я создала себе просто идеального персонажа Полу Орка. Просто челюсть отваливается какая-то сон. Да, просто вообще с ума сойти можно. Вот, поэтому прикольно, я рада, что я сегодня приехала. В моих представлениях я реально не смог совладать персонажами вашими из-за того, что недоподготовился, да и в принципе тяжеловато, да. В моих представлениях этот ваншот мог продемонстрировать некую стекличность и бессмысленность вот этого насилия. Last of Us 2, короче, снова. Я думал, вы умрете, типа, я почему-то удивился. У меня в начале, на самом деле, у меня в начале кубы вообще хрень какую-то выдавали. Я должен был выкосить в моем представлении, если бы вам не повезло. Ну, в этом случае, значит, получается, вам повезло. Я должен был выкосить вас, вы должны плюс-минус умереть, но дать отпор, но умереть. И как бы это просто такое было бессмысленное насилие. И мне было интересно бы узнать у вас потом на этом вот разговоре, что вы вот именно чувствовали, успели ли вы почувствовать своего игрока и вот за чью сторону вы выбрали в финальной битве. И когда бы вас убили, у кого-то из вас уже убили, какие бы были у вас эмоции. Но из-за того, что немножко все смазалось моим калом по незнанию, как этим шевелить, я видел, что многие из вас, ну, Кирилл в основном, ну, и вы тоже чувствовали, что все идет тупенько с моей стороны, не тактично, ну, вы не чувствуете тех персонажей, за которых вы отыгрывали с моей стороны. И поэтому это шлифануло по вашим ощущениям. Но в любом случае хотел бы услышать, опять-таки, ну да, в Кинте, как вот это ощущение сначала быть за одних, потом быть за других. В целом эта механика мне очень понравилась, ну, типа реально, это очень прикольно, что сначала там за этих, потом из других. По поводу прочувствовать персонажа, блядь, ну, я из тех игроков, которые персонажа на ваншоте или на первой партии кампании вообще не чувствую. То есть для меня, ну вот, они были плюс-минус на одном уровне. То есть я понимал там плюс-минус, что, ага, десять раз плюс-минус скажу сегодня. Я понимал, что хочет Пашка, ну, как-то как он работает, да, там. Он, например, в целом не хотел убивать и мага, и там гоблинов ему было жалко, когда он понял, почему там вот это все произошло. Я понимал предельно, почему эти гоблины хотят убить. Но какой-то там привязанности, я как раз там хотел на обсуждение это сказать, что привязаться... Мне в целом... в целом теперь постоянно будет... Мне было похеру, умрет Паша или нет, мне было похеру, умрет Гюк или нет. Ну, просто потому что нет никакой привязанности. Но в концепции ваншота сложно привязаться к персонажу. Слушай, ну я заранее, типа, я отыгрывал руни как мразь, потому что я хотел себе мразоту. Вот, и такой, ну, да, да ему вообще поебать. Но в целом, да, он законопослушный. Вот этого мы отведем в тюрьму, потому что он же за ченщик. Дети, да мне поебать, если честно. Круто, мне, кстати, этот момент очень понравился. Пойдем, пойдем. Обед забери, я это нести, блядь, не буду. Вот, поэтому, ну, типа, знаешь, на морально-кармическом уровне, я такой, ну здорово, если его убьют. Но я такой, хм, ну значит, это будет еще большая мразь. Поэтому я в целом, в целом хотел, чтобы они оба умерли. Так и произошло. Найс, найс. Берешь от жизни все. Мне очень жалко хрипуна. Да, хрипуну реально жалко. Я просто, на самом деле, хоть в листе ни хрена не написано, я довольно много его хоть как-то продумал, но там часть зята из книг и так далее. И если бы у нас была какая-то вторая часть, вполне возможно, вы бы выяснили, что это на самом деле Вася. И меч он просто забрал у отца. И в целом похуй. И ты испытил персонажа, концепцию персонажа у Феди, правильно? Нет, ну не настолько, но, типа, он все-таки, у него есть цель. Ну да, да. Цель его штлиться. Цель его штлиться и доказывать, что он пиздатый. Просто выбрал он для себя немножко окольный путь, да. Не, я про Тоню, кстати, тоже много думала. Я просто реально не успела заполнить лист, потому что я сижу в интернете с утюга сейчас, поэтому он не особо позволяет мне заполнять листы персонажей. Вот. Но она полностью, типа, она влюблена абсолютно в короля. Она суперпредана короне. Она очень любит, типа, она очень любит, когда... Чё ты? Чё вы? А с чего персонажа я Фью? Перебиваете, а? Это Федина. Который антигерой. Главный злодей и вторая компания. И он ушел. Вот. Короче, я... А ты придумала... Да, я много о ней думала. Да, это я заранее, конечно, придумала. Меня впечатлило сразу. Я как-то... Круп-топ-кончуга. Вот я не знаю, что ожидать от игры. Знаешь, ещё ничего нету. Только всё началось, ты говоришь о том, что это кончуга. Сука, кольчуга. И я такой, опа. И словил тон игры. Я понял, что вообще можно ожидать. Если тут вот так, то всё, вот так. Я, типа, на уровень стал, который мне более ощутимо понятен. И меня это буду бы спасло. Типа, я... Тогда волнение ушло. Не благодаря. Вот, да. Ты тогда сняла волнение своим топиком. Найс. Сняв низ твоей одежды, получается. Получается, получается, что так. А Галина с кубиков ты сняла. Получается, что так. Не, я очень хотела такую культуристку, которая очень, ну, туповатая, ну, прямолинейная. Вот ей сказали, что гоблины своровали. Она пошла их отпиздила. А? Ну, реально. Пошла отпиздила. Ну, потом умерла. Ну, чё, ну... Не, а причём, ну, типа, Руни, он такой... Он понял в целом ситуацию. Я, как игрок, считал, что, типа, гоблины выживают. Типа, у меня была мысль про то, что мы сейчас вернёмся за гоблинах. Аааа... И, типа, я, знаешь, как игрок, я захожу и понимаю, да, можно было бы договориться. Да, можно было бы договориться. Ну, честно. Ну, мне так похую. Ну, да, можно просто попиздиться вместо этого. Мне вот это не нравится у всех. У всех своеобразно, но вот это вот... Педалируется эта мысль о том, что вы делаете то, что хотите, за персонажа. Типа, естественно, часть характера личности вашей, и они просто в разных гранях, но чувствуется, что вы отделяете, и это прикольно. Это офигенно, это... Не, ну, у нас... Ну, не первый раз играем. Да, да. Просто высокое видео. Хочу ещё спросить, о чём больше всего пережил я. Потому что о том, что здесь очень линейный маншот. Большинство... Это тупо, это неправильно. Но больше всего... Большинство ходов решено за вас на самом-то деле. И если вы бы этому противились, вы бы сломали игру так, что я бы здесь сейчас думал, как бы мне это сделать. И мы бы ушли в полную песочницу невоссозданного контента. И я был готов туда уйти, чтобы опять-таки протестировать себя как мастера. Но это... Ну, у всех разный стиль игры. Но мне кажется, в принципе, для ваншота линейность и коридорность норм. Особенно если игроки новые. Но так как вы давно играете, мне кажется, вы очень сильно... Кирилл-то 100%. Да вы тоже. Вы все очень чувствуете направление моё очень сильно. Ну, поэтому я заранее вам и сказал, что я буду вас двигать и говорить. И вы все, в принципе, понимали, что вы не противились, потому что вы знаете, что это ваншот, плюс это, естественно, под запись. Я ещё не из вашей компании. Вы тоже, наверное, переживаете за меня чуть-чуть. Ну да, нет. Да, переживаем, Дань. Вы что, не переживаете? Скинхэр. Посмотрим. Кирилл, игра закончилась, ты не мразь. Я расскажу за себя. Развоплотись. Я настолько волновался, что у меня было представление, ну, где-то 80%, что всё будет хорошо. Оставшиеся 20%, что оно может заговниться так сильно, что я попрошу, давайте, ребят, забудем о том, что мы сегодня виделись. Знаешь что, 30 минут игры прошло, но вы ушли, вы сказали, что мы не будем убивать гоблинов, или знаете, вы с ними договорились как-нибудь. Ну, нет, я попытался песочек создавать. Нет, слушай, ну типа... Я, короче, боялся, что... Я скажу вам, ребят, давайте забудем. Ну, приятно, что посидели, поиграли, выкладывать ничего не будем. Вот я боялся, 20% такого было. Слушай, ну это мог быть рабочий вариант, если бы, ну, с нами был, типа, знаешь, если там у меня или там у кого-то из нас был персонаж, который прям за пацифизм и мирное решение урегулирования проблем. Да. И тогда, ну, да, давайте попробуем договариваться. А, Дань, ты просто... Сейчас, извини, пожалуйста, ты не смотришь нашу кампанию, но Кирилл постоянно сталкивается с той же самой проблемой. Да. Мы просто очень любим договариваться в нашей основной кампании. А, у нас еще все моралисты такие ебучие. Да, мы все очень высокие моралисты, мы там, знаешь, приходим в башню, там три минотавра, что нормальный игрок такой. Ну, давайте попиздимся с ними. А мы такие, ребят... Строим гигантскую... Нет, типа, а пошли с нами путешествовать. И теперь они наши NPC. Да. Да. Сейчас вместе с ребятами зачищают замку обмена. Да, и то есть, ну, мы так постоянно делаем, поэтому мне кажется, что в этом ваншоте мы все просто дали себе волю пойти и попиздиться. Ну, я специально себе создавал персонажа, у которого, типа, цель больше бить ёблинки. Да, да, то же самое. Я просто проебался в Паше. Ну, объективно говоря, жире слотандры, скорее всего, вкинул бы. Ну, хотя это гоблины. Все же жире... Они убийцы. Да, они убили людей. Это священные овцы. Я старался максимально вас... говорить, зверски убили людей. Я старался подкинуть, что, да, их стоит убить. Получилось. Это кайф. И мы убили. Ну, как будто бы мы даже не очень думали в этом плане, что можно остаться. Нет, мне вообще было похуй. Да, абсолютно. Ты начал, я как бы продолжил вот это. Клево, что удалось эти рельсы... А ведь, за что один раз ударил их. Ну, как скрыть? Слушай, понятно, что весь... Если ты играешь в ваншот, тебе нет смысла лезть за лупу и говорить, ой, я не хочу брать этот очевидный квест, который ты мне даёшь вот так вот. Пойдёмте выращивать яшмейки. На глазу. Понятное дело, что это настолько сильно, но попробовать и пооборот, ну, не издеваться над мной, но попробовать подумать, что а вдруг здесь двойное дно, а гоблины, ну, вы бы вдруг по времени ожидали. Ты же там в гости пришёл, Дань, чего мы над тобой будем, типа, издеваться-то? Просто это был единственный, главный мой страх, потому что у меня хотелось реализовать перевёртыш, а остальные мазки вот были не особо продуманы, более линейные. Типа, будь это ваншот для вас, как для, если бы я для вас готовил ваншот, знаю вас вот сейчас, поиграя с вас, заранее готовил, он бы точно был бы не такой линейный. Здесь Кирилл бы, Кирилл или не знаю, да вы тоже, наверное, чувствовали. Прикиньте, короче, приезжает к нам Даня, такой, ребята, давайте вместе поиграем ваншот, а мы просто конченые мрази. Да, я вот тоже про это думал. Вы просто ублюдки. Мы такие, ага, к нам подходит гадалка, и я бью её в горло ножом. Ну и на основном. Тут бы я... Гоблина, я его ебал. Нет, у нас просто были моменты в компании, в предыдущей, или в этой, я не помню в какой, когда мы такие, так, похуй, нам нужно сделать так, чтобы Кирилл охуел. Нет, мы до сих пор так пытаемся делать, по-моему. Бывает, мы прям кидываем это за столом, и мы пытаемся... У нас так, ну тоже спойлер первой кампании будет, мы думали, как убить главного антагониста, и среди всех... Для этого продали душу дьяволам. Да. И взяли армию дьяволов, вместе с заре и пиздили Оркуса. Жесть. Ну да. Вот это те моменты, когда у Кирилла такой level up происходит. Кирилл каждый раз нужно... I guess... Так нужен мозг, чтобы вращался, это просто жесть. Это просто жесть. Обычно он нас удивлял, а тут мы как бы... Но с учетом сегодняшней, если вернуться к сегодняшней игре, прекрасно все понимают, что мы играем в отшот, плюс... Ну типа нам интересно, что подготовил другой мастер, так скажем. Да, в целом. Как бы сами себя развлечь мы можем и в своей компании. Потому что у нас там много таких социалок, Кирюха нам позволяет много каких-то своих действий делать. А тут нам было именно интересно посмотреть, как ты будешь вести. Потому что ты в целом, да, как-то другой человек ведет. Потому что, ну вот, чисто по моему опыту, я как бы играл у Кирилла один раз в Феде. И еще ты играл. И еще у Дартаньяна играл. Да, я помню, я про это хотел сказать. Вот, и в целом просто было интересно посмотреть, как другой человек это ведет и выстраивает. Это всегда интересно. Да. Единственное, мне кажется, тебе нужно чуть больше подойти с стороны контроля боевки. Потому что прям вот теряешься. Если вы перешли на мастера, то давайте тогда остановимся на этом. И я буду готов услышать. Потому что для меня и был это такой, знаете, как челлендж. Вы увидели меня такого оголенного, неподготовленного. И как раз таки здесь вылезают неровности, которые и у подготовленного, да, они тоже, скорее всего, есть. Поэтому шлифуйте меня. Не, ну просто было видно, что тебе было очень тяжело. Мне тебе было очень жалко. Да. Хотелось предложить тебе взять лист прошлого персонажа и тоже за него типа поиграть, за двоих персонажей. Я прям хотел за хребуна поиграть в этот момент. Вот, и просто типа пвп устроить. Вы еще, я еще такой думаю, возьму лист, а тут, конечно, всегда ваши остальные листы. Ну конечно, да. Нужно мне сразу отложить. А я понимаю, что путаюсь. Но я понимаю, что, блин, если я отложу этот лист, это займет время. А потом что делать? Я такой, лучше не буду на них смотреть. А потом мне теперь смотреть. Ну да, да. Что бросать? Я уже решил просто у вас спрашивать. Это было плюс-минус хорошее решение, потому что это сократило, если бы я пытался вникнуть. Я сдался уже. Ну вы почувствовали это. Не, ну тут откровенно было это все, ну типа это действительно было непросто с этой точки зрения. И для того, чтобы вот эту условно боевку тебе вывозить, тебе надо было эти листы получить. Понять, как это все работает. А я понял только, когда посмотрел у вас действие. Что не расписать себе какую-то матрицу, типа вот этот делает вот это, вот это вот это. Да, я просто увидел, как вы себя ведете, и я не смог это как бы повторить, потому что я такой, блядь. На будущее для такого рода боевок очень полезно продумывать первые три раунда у каждого человека. Да, это правда. Вот, потому что редко идет боевка больше трех раундов, если она идет больше, ну там, блядь, уже можно. Я вообще не думал. Вот, а так типа, ну вот с заклинателями особенно, у меня всегда эта херня, потому что ну что в бестиарии, что где-то еще, всегда прописывают вот этот вот список заклинаний, и ты такой, я не вывезу это на игре, поэтому ты смотришь, что, какие есть вообще заклинания, и такой, так, хорошо, это первый раунд, это второй раунд, это третий раунд. Там когда я за лечей играл, у меня там, вот там у нас, там Вася мне помогала, и там было три леча, и у каждого был вот конкретный список действий. Прописано, у нас просто в конце первой кампании у ребят была огромная боевка, ебаная абсолютно, где они побеждали полубога. Сколько времени? Заняла. Часа два, часа три. Да, часа два с половиной. Ну слушай, есть первый раунд еще с всякими пососами. Ну да, у нас полная партия была боевки. Да, да, и Кирилл просто написал мне и сказал, Вась, давай ты поиграешь за половину НПС, потому что я сдохну. Ну да. Вот, и было сильно легче. Да, да. У меня был Юрка, да. Короче, боевки это вообще сложно, и балансить боевки это очень сложно. Да, я до сих пор не уверен. И у Кирилла постоянно с этим проблемы, потому что у нас ебучий минмаксер в партии. Да нет, уже нет, я не так много урона ношу. Расскажи мне, лучше налей мне сидра еще. Я сейчас просто представил, как если бы, знаете, я такой, вы теперь играете из-за прошлых персонажей, из-за новых, деритесь. И я, знаете, это даже любопытно немножко. Ну, скажи, и у тебя один этот, как его, проб. И два мулы. Да, да, солидно, солидно. А еще, кстати, что сломалось по боевке, но убежал от тебя, отовел ваш взгляд. Там маленький запас был у него урона, у полуогра он бы очнулся от любого воздействия и смог бы пару нанести до смерти. Ну, это было достаточно очевидно. Слабый, значит. Да. Нет, когда ты сказал, что он, типа, еще дышит. Я такая, а, ну, значит, есть вариант его как-то освободить, и чтобы он просто навел шум. Но бревна не все влетели. Ух, нихуя. Бревна не все влетели, и он не получил урона. Да, вот это, кстати, очень люблю раздатку. Вообще, я просто обожаю раздатку. Я друзьям столько всего раздавал. Сейчас, я поздно о ней вспомнил, я вчера ночью о ней вспомнил. Такой, где можно применить, что вообще сделать, ничего не знаю. И это вот. Мне всегда очень подойдет раздатку. Но я ее тоже очень люблю. Ребята ее любят. Да. Я просто как галочку. Да, только карты. Да. В этом компании у нас даже раздаток магических предметов. Полгода. Мы в замке. Мы в замке, где есть сокровищница. И мы идем туда. Мы идем туда. Правда. Мы движемся к этому. Я вот только не знаю, что Лаксу нужно из магических. Мне нужно что-нибудь магическое, а у меня никакого урона нет. Ого. Нет, на самом деле Лаксу нужны магические мозги, судя по последствии. Правда. Повязка интеллекта. Сколько у вас уже эпизодов вот этой компании было? 38. 39. А вы начинали не с первого уровня? А сейчас у вас? Восьмой. Восьмой. Восьмой, да. Да, восьмой уже. Блин, это так клево. Блин, не, у нас сейчас очень прикольная компания. Суд доели. А? Блядь. Запустил хэштег. Блядь, арбузы. Не, много, много прикольных локальных моментов. Хорошо, не переключаясь, продолжите накидывать комментарии, потому что я играю, играл с друзьями, сейчас поиграл несколько раз с разными людьми в интернете, которые относятся ко мне лояльно. Вы, как и коллеги по цеху, и как люди, которые попробовали другого мастера в сравнении с привычным вам мастером, вам легко увидеть отличия, сторонности. Я готов просто услышать, мне интересно. Я, кстати, сейчас, прости, я хотела вкинуть, чтобы вы подумали, а у кого сколько было мастеров вообще за всю жизнь? Я не сказал, у меня четыре. Четыре? Ну, пять. У нас там, когда мы играли с этим Д'Артаньяном, у нас еще другой стал. Еще один, да, встал. Пять. А у тебя тоже пять? Пять получается. А у тебя, Дань? Два. Два мастера всего? Я играл всего, как игрок, я играл, кстати, это большой минус, я редко оказывался игроком и был бы рад поиграть. Три раза, наверное? Три раза. У меня в начале я немножко потерялся, потому что как будто бы не было времени, ну, хотелось как-то, вот у меня есть персонаж, и он хочет как-то поговорить немножечко, да. Вот. А ты прям накидывал-накидывал, что происходит, и я такой, ну, потом поговорю когда-нибудь. Десять лет назад я. Блин, охуенно, этот монолог заученный, такой смешной вообще. Я не понимаю, из какой книги ты взял этого персонажа, я с таким кайфом это всё слушал. Я не выкупаюсь. Потому что мне тоже очень понравился. А чё за книга? Это Аберкромбель, один из сборников. Аберкромбель. Ну, в целом, это герой же, он в героях появляется. Да, там есть книжка небольшая, герои, про трёхдневную битву двух армий. А, понятно. И на одной стороне есть Джужела из Блая. И вот он, он ёпнутый. Найс. Да. Он прям хороший. Поэтому, ну, знаешь, типа это было прикольно, потому что, ну, с одной стороны, я знаю, какие там у тебя могут быть эти заходы, вот. И мы вроде как игроками, но персонажами давно знакомы. Ага. И поэтому это как обычно. Да, да. Как обычно. Да. Классно, классно. А только Глеб испытывал ощущение, тяжело вставить пять копеек, типа? Или софиты на других сошлись? Ну, это просто может быть ещё мой какой-то внутренний загон при том, при всём. Тут, опять же, просто мы обычно играем либо компанию, либо вампиров. Вампиры, в принципе, очень социальная система. Компания у нас из ДНД тоже превратилась отчасти в... Мы делаем социальную систему из этой компании. Потому что там, ну, у нас, ну, спокойно, может быть, партии пять без боёвки. Вау, блин, это клёво. Не, мы просто внутри персонажа общаемся, Максим бесится пиздец. Блин, не пиздец, бешусь, просто, понимаешь? Есть диалоги, извиняюсь, немножко отойдём. Которые двигают сюжет? Да, есть диалоги, которые двигают сюжет, которые говорят о чём-то насущном. А есть диалоги... Уроки фехтования. Уроки фехтования. Легендарная партия. Уроки фехтования, я там просто в тильт ушёл. Это была третья партия. Расскажите, мне интересно. Последние два часа партии мы просто общались вообще ни о чём. Чуть-чуть раскрывая персонажей... Это даже персонажей не раскрывало? Нет, это раскрывало персонажей, просто это было очень-очень медленно. Типа, там два часа, был рассказ одного персонажа, как эльфы дерутся мечом. Какие эльфы пиздатые. Нифига. А какой был отклик у людей, смотрящих это? Мне вот очень интересно. Нормальный. Насколько мы понимаем, вам всё понравилось. Вы же смотрите это видео, возможно. Если у Максима. У нас вообще очень интересно. Когда мы отыграли партию, мы садимся на после партии и такие, блядь, что-то как-то не зашло. А зрители, которые смотрят, такие, блядь, это самая охуенная партия за всю кам... Вау! Очень бывает частенько, что не вгадится. Жесть. Особенно на вампирах я это чувствовал. Да, на последних особенно. Мы вышли и такие, ну чё-то какой-то тильт, чё-то какое-то напряжение. Блядь, лучшая партия по вампирам. Не, ну, кстати, прошлые вампиры мне тоже понравились. А это там, где я ушла, да, раньше? А как долго вы снимали интро? Блин, мы долго снимали. Вторая часть вышла у вас. До этого я, типа, ещё не чекал, а потом посмотрел и такой, смотрю, вы говорите. Тебе понравилось интро? Да, вы говорите, я думаю, что, а, вы без интро, типа. А потом, я решил посмотреть просто, когда я чуть-чуть готовился. Вас хотел посмотреть подольше за вами, понаблюдать, как не просто видео смотрю, а за вами. Да, и я такой, о, интро. Ух ты, очки там отсняты. Нет, да, интро было круто. Московские вампиры такие очень классные. Мы сзади, мы отсняли всякие эти штуки. Вот, и там по мелочи, но там доснимали. Там много всего было, на самом деле. А по сеттингу, получается, это реально происходит в России или нет? Это Москва. Посмотри вампиров, они классные. Они реально здоровские. Они получаются очень прикольные. Нажимаю смотреть позже, обязательно. Нет, они классные. Как-то так получилось, что у вампиров очень много вложились. Например, у Максима, который изначально говорил, что я вообще не хочу играть в вампиров, мне это не интересно, ну ладно, так уж и быть. У него такой персонаж. Он такой смешной. И он настолько вписался в сеттинг. И мы каждый раз, когда он что-то говорит, мы прям вот реально смеемся, знаешь. Ну, типа, он очень смешной, он очень креативный. Видно, что Максиму нравится играть за этого персонажа. Потому что, блядь, его зовут Миша Максименко. Да, а Максим это Максим Михаленко. Короче, очень прикольно. И мне кажется, что у большинства людей, типа, и у тебя, и у Феди, было ощущение, что вы не хотели играть в «Слободу». У меня в том числе тоже было интересно. Вот. А сейчас все развернулись и очень бодренько. Ну, как будто бы это про него, Федя. Сейчас, если можно. Да, это правда. Вернемся к сегодняшнему. Я просто тогда полную картину опишу, что я хотел бы сказать. Я про ребят тогда не буду говорить. Ну, потому что, что мне про вас говорить? Ну да, вы... С тобой мы за гаражи пойдем драться, блядь. Наконец-то. Кириллский хэд. И плюс даже зрители знают. Да. По поводу вэншота, типа, мне правда понравился. Мне он правда понравился, с учетом того, что... Это многое значит, потому что у вас опыт, пиздец. С учетом именно... Ситуации. Ситуации, да. Ну, как бы ты нам изначально заявил, когда у нас все звон был, что это будет такая импровизация, что ты хочешь... Ну, это именно концепт такой. В контексте... Ну, сборная солянка внутри, меня ничего не связывал. Ну, рассказывал. Ну, да. В контексте этого концепта, это очень прикольно получилось. С этим ходом я его вообще не прочитал. Неожиданно, кстати, для меня. Я почему-то думал, что слишком акцентирую внимание. Да нет, я тоже не прочитал. Убежали, я хуй на них заявил. Убежали и убежали. Вот. Поэтому для меня это была неожиданность и очень прикольная неожиданность. Поиграть за Гоблина, который там... Предельно простая цель, это очень круто. Вот. Поэтому сам по себе ваншот очень прикольный. Я ставлю прямо Льюис, Люкантроп Лойс. Спасибо. Вот. По поводу мастера теперь, наверное, за следующую часть. Смотри. Было видно, что ты нервничаешь в какие-то моменты? Всегда нервничал. Ну, это абсолютно понятно. Это тоже понятно, что у тебя новые люди за столом. Плюс это еще на запись идет. Плюс... Порнозаписи. Порнозаписи. Я бы хотел как-нибудь... Здесь спорно? Согласен. Порнозаписи. Просто, кто это смотрит, подумайте. Сейчас сколько экранчиков таких висит. А теперь поймите, что каждый экранчик это отдельная камера, которая стоит на отдельном штативе, в отдельном углу комнаты. И сейчас я окружен камерами. Здесь огромные софтбоксы. Надеюсь, вы видели, как здесь все выглядит. Ощущение необычное, да. Оно добавляет. Вот. Но при этом, по-моему, ты очень круто справился. Даже в моменты, когда... Я видел, что ты нервничаешь. Но у тебя не было какого-то тильта. У тебя не было какого, знаешь, типа... Все, в пизду. Вот говорите. Все, я отъехал немножко назад. Я почти был готов к боевке, которая происходила за вас. Но оно. Вот. Но ты держал, ты описывал. В моменты, когда я уже вижу, что ты нервничаешь. Я думаю, что сейчас, наверное, Даня тильтанет и нам передаст уже... Уйдет. Что? Что-то такое будет. Ты продолжаешь описывать какие-то продолжения наших действий. Какие-то штуки. И за это огромный респект. Потому что даже в такой стрессовой ситуации ты с этим справился. А наоборот это, кстати, расслабляло. Я такой... Блядь, как хуё! Ну а пишу, что она сменила осанку, блядь. Блядь, как это тупо звучит. Утренний диалог такой. Ну мне легче, что я отписался. Может быть, хотя бы картина рисуется нормально. Ну и это, наоборот, по-моему, очень круто получилось. Ну правда. Ну то есть, было непривычно играть с другим мастером. Ну потому что у нас 99% это Кирилл. Кирилл, сколько у тебя было мастеров? Да, тут все сказали, сколько у меня мастеров. У меня 8. Четверо. А теперь мастеров. Мастеров. Четверо. Расшеданку про половых партнеров было, да. Найс. Вот, поэтому, по-моему, очень прикольно. То есть, у нас просто, знаешь, типа у меня лично, скажу честно, был какой заход? Главное, чтобы было... Ну то есть, я не знал, чего от тебя ждать, как мастер. Совершенно. Потому что я не могу смотреть. Ну это я видел на канале у тебя видосы, где вы онлайн играете. Я не могу их смотреть. То есть, я вот как раз тех людей, которые совершенно не понимают этого. Ну вот. Но, я думаю, главное лучше, чтобы, чем Д'Артаньян. Ну да, но там... А кто такой Д'Артаньян? Мы как-то раз играли на конвенте в... Пару лет назад это было. Это было позапрошлой осенью. Да. О, весной. Да, это что-то... Весна 19-го. Февраль, по-моему. Февраль, весна 20-го. Нет, это был март, мы только начинали, да. Да. Короче, не суть. Заплатили бабок и пошли играть на конвент. А, коммерческий. Угу. Где кучу мастеров ввели один и тот же ваншот. Вот, шестичасовой. Но вы только одного были мастера? Или вы разных пробовали мастера? Нет, мы все вместе пошли. Это было низвержение Вавернус, насколько я помню. Очень, кстати, очень нравится. Я отложил, чтобы изучить и попробовать. Там прикольно, да. Нет, он прикольный по замуту, на самом деле. Вот. И мы там, типа, приходим и чел... Там просто важный момент. Он это не посмотрит? Мне так неловко. О нет. Sorry, чел. Sorry, чел. Мы сказали тебе это лично. Мы, по-моему, и тогда это сказали, да. И потом как просто получалось, что мастера, большая часть, были в косплее. В косплее с подготовкой. Ребята там с огромными крыльями. Ну, то есть, с охуеннейшим косплеем. Да, да, да. То есть, там все разрисованы. Наш опаздывает. Ну, то есть, это ладно, я совершенно к этому вопросу вновь. Но вот мы видим всех остальных, и приходит наш в костюме Д'Артаньяно. Ну, то есть, у него просто шляпа, и вот это вот мушкетерская что-то. И вот это вот мушкетерская что-то. И вот это вот накидка мушкетерская. Вот. Мы немножко покекали. Ну, как бы в себя, ну, скорее. Ну, да, да. То есть... И потом начинается игра, но тут уже лучше Кирил расскажи. Да, начинается игра, и, ну, типа... Ну, вы стоите на казни, скажите какие-нибудь слова. Мы там что-то говорим. А он такой, ну, хорошо. Вот, там разверну, к вам идёт что-то. Я тут пародирую. Да, это буквально. Это он не пытается что-то отыграть. Так вот, у него здесь листочек. Это, ну, типа распечатка просто вот так вот листов. Вы падаете в полную курсу. Братеза, братеза. Вот, вы видите, как это всё происходит. Это буквально. Блядь, рядом вот там голоса, там ещё что-то. Типа куча столов одновременно. И я сижу, ну вот, вот я, вот мастер. И я такой, что? Я нихуя не слышу, что мы с Глебом на другой стороне стола. И я просто в какой-то момент такой, ну, расскажете. Вот, поэтому, в этом смысле, да. Есть какие-то другие опции. Ну да, то есть, был такой опыт. Потом в итоге, просто, чтобы историю рассказать. С нами был Федя. Который пошёл к организатору и сказал, это вообще... И нам поменяли. Мастера. Клёво. Да, потому что там был свободный чел. И дальше пошло посвежее. Дальше нормально. Ну, то есть, мы уже заебанные были. Это правда. То есть, вы энное количество часов? Три часов. Ну, половину. Точно, только на прерыве это получилось. Вот, то есть, у меня, как бы, был вот один опыт с прям, очевидно, плохим мастером. Извини мужик, если ты смотришь, но... Сори. Вот, и... Я, ну, стараюсь не думать, там, знаешь, не строить себе каких-то там розовых замков, что будет вот как-то. Я понимаю, что новый мастер это новая какая-то опция. Иду без каких-то ожиданий. Ну, просто, типа, это у меня единственное ожидание, что было не хуже, чем вот этот чел. Там, ну, вообще пиздец. Ну, то есть, это прям, ну, грустно было. Там, у меня очень низкие... Спасибо, чел, твои заниженные ожидания, спасли меня. У меня довольно низкие требования, довольно часто к чему. Вот, но он, блядь, пробил это все. Там даже я уебывался, а это не такая частая история. Вот, то есть... Сейчас мысль потерял, сори. В итоге мне понравилось. И как ты там из сложной ситуации выходил, и как ты придумал вот это. В целом, концепт мне очень нравится. То, что ты вот решил за ночь написать, на импровизации вытянуть. Это очень круто. Да. Спасибо. Блядь, долго говорил. Ну, ошибаюсь. Блин, ну... Я так переживал, кстати. Я так переживал, что вы начнете копать. Типа, так, золотое мясо. А почему не золотые? Так, а почему это... Может, я не ебаю, ребят? У нас... Да, вообще понимать. Все. Потому что я такой думаю, так, я тебе придумал. А если они подумают, из-за чего это произошло? И они будут знать, что это же давно традиция. Я же сказал, что давно, все известно. Я такой... Там все известно, правильно? Слушай, нет, просто, ну, типа, переходя к каким-то моим словам. Типа, безусловно, у меня было очень много моментов, где я такой, ага. Хорошо, стадо, блядь, священных овец, на которых рассчитывает весь город, охраняло пять ебучих пастухов. Да, да, пять пастухов, которые вообще не способны ничего сделать. Хорошо, 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 хорошо. Ага, ага, шесть они схватили, шесть сбежали. Три гоблина каким образом ввели шесть овец? Хорошо, пошел я нахуй. Типа, мы стражи короля третьего уровня, да? Понимаю, понимаю. Ага, хорошо, один выжил, и его, ага, его повесили. Ну, в целом, поебать. И, ну, типа, у меня было очень много таких моментов, в которых я просто внутри... Завали ебало, Кирилл, кого едут? Кажется, это была какая-то детективная история. Да, 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 я очень надеялся, как раз таки, закрыть вопросы вставкой. Сейчас, блядь, мир в мире во всем. Я еще добавил, утопический мир, хроники никто не нарушает. Не, забавно, забавно. Всем спокойно. Это вот моя заплатка, которая, возможно, и... Я такой, ну да, так бывает. Слабые люди, поэтому мы защитники третьего уровня. Да? Ну, на самом деле, по поводу защитников, в целом, достаточно логично. Потому что... Ну, я тоже думал... Я могу столько раз тебя в залупу сейчас полезть. Да, типа, можно нас сколько угодно... То есть, изначально просто как мы думали? Только ты можешь, Кирюх, я не спорю. Я прекрасно знаю. Слышки. Просто... В чем мой поинт? Нас... Мы не стоим вот с королем. Это безусловно. Мы вот какие-то подсосы. Подсосы, которые... Могли бы стоять рядом с королем. Вообще-то... Вообще-то могли бы. С этим... Фокусировка, значит, священный символ в виде... А, да, я давно придумала. Компания подсосов, которая бегает на какие-то мелкие задачи. Да, мы в королевской гвардии, но... Да, понятное дело. Типа, ну, с этим у меня осталось меньше вопросов. Типа... Ну, короче, не суть важны, какие они у меня были. Потому что это не особо влияло на сюжет. И, ну, типа, что я буду лезть в залупу, если я сижу и играю, для меня что-то сделают? Здорово. Ты еще и мразь. А я еще... Да, да, да. Мне так понравилось, вот, с Intimidation, мой чел. Да, 25 ты выкинул, 23. Какое страшное совершенно количество на третьем уровне. Я тебе сейчас так вот разрежу, что ты никогда не сможешь. Да! Просто пиздец, вообще. Нет, прикольные челы у нас. Даже на ваншот мне нравится... Мне так нравится смотреть за другими персонажами, и я прям кайфую. Я надеялся, что... Я еще написал, попробовать там новый характер. Я не помню, написал я это или нет. Да, ну да. Я бы хотел, да, чтобы у вас уже есть устоявшиеся. Я подумал, ой, прикольно, если бы попробовать что-нибудь новенькое. Тоже вы попробуете выйти за грань, кайфануть. Ну да. Кирилл вообще сидит на стуле игроков. Кайф. Кирилл у нас очень редко кидает прям полных мразей в качестве даже антагонистов, потому что он любит, чтобы мы мучились. Ну да. Он любит, вот знаешь, сделать многогранного персонажа, чтобы ты его одновременно... Как у нас есть... Евсей ебучий. Евсей ебучий. Евсей ебучий. Евсей ебучий. 我 원karoon. И я делаю это все потому, что я света верю в правату своих действий. А еще я умный и хорошо заговариваю с ним. Да, и мы сидели за столом, и у нас просто там всех жопы горели. Кромя — Максима, да. Ч Bright Maxima, которому... Она в целом не горит! «伍 ti Cheinya» ! «Олдик ты у нас заказала» «Операторessa! Вам хорошо заговариваю Brexit» Beautiful! Дальше мы готовы взять его позицию и такие... Забирай нас... У нас надо думать, зачем давайте делать, чтобы мы как игроки, мы понимаем ... Вы должны сопротивляться. Ну, типа, я как Василиса, я понимаю, что этот человек реально просто очень радеет за право там своей империи. Он нашёл каких-то непонятных пятёрку каких-то уёбков. Он их связал и привёз к себе в столицу. Он сделал хорошее дело. Как мой персонаж, блядь, до сих пор горит жопа. Если я встречу его в тёмном переулке, он нахуй мёртв. Лаксу вообще всё будет. Да, вдвоём ещё окей. Справедливости ради, Справедливости ради, Руни тоже не целиком мразь. Конечно, он не целиком мразь. Он просто решает вопросы. Как мразь. Потому что это у него такая защитная реакция. Потому что он такой, ну, типа, если я ударю первым, то меня не ударят никогда. Да, да, это такой чел. Десять слоёв. Когда водила протягивает ему аукс. Да, да, да. И так далее. Вот, но продолжая мою мысль, у меня возникло небольшое ощущение, что ты плаваешь самым как будто бы в системе. Вот, возможно, это из-за, типа, не особо большого опыта игры. Возможно, из-за чего-то ещё. Или из-за того, что мало играешь, типа, в реальности. Да, может, это сделано. Да, смесь. И ещё плюс, я реально мало играл игроком. Когда вы дали мне всех своих персонажей, у них же разные классы. Я такой, блядь, он паладин или жрец? А у кого такой луч? Блядь, чё это за луч? Так, всё. Запомни, блядь, хотя бы 2 до 6. Я даже не знаю, как это описание, что я не знаю, что это за заклинание. Вот. Во-первых, потому что, да, я играл с друзьями, которым мне интересен лор, и я старался вообще всё достать и не вникать, и поэтому не было смысла вникать. И сейчас, как раз-таки, буквально месяца полтора, я когда играю, окунулся. И первая игра тоже, у нас есть игрок Освальд, лимур, поправляет по правилам, во-первых, из-за разряда, типа, захват не так работает, лол, почему ты тратишь это? И, ну, мы договорились, что вкидывай, типа, внутри игры у нас даже такой мем вылез, типа, уучим правила с Освальдом, чтобы совместить мою негативную сторону, ну, негативную, неподкованность. Чтобы, да, выучить эти правила, потому что, ты говоришь конус, я такой, так, там, а, вот конус, знаешь, о, праздничный колпак, найдите, давай. Что-то типа того, да, правила у меня, большая часть моих игр, когда я играл со своими друзьями, ушли вообще, потому что им не нужны правила. И когда я такой рассказывал про настольные игры, я такой учил правила. А когда начал играть, заново учил правила, надо мной. Ну, конечно, да, потому что, ну, на живом опыте, типа, мы, знаешь, мы периодически до сих пор такие, а, так вот как это такое не работает. Да, 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 бывает. Ребята, если что, если что, я еще завтра повторю для всех, темное зрение делает минус пять к вашей пассивке, когда вы в темноте. Ой, блядь, ой, началось, мы поехали. С какого, с какого, с какого, с какого, с какого, с какого этого момента просто объясняется? С какого хуя, блядь, это вообще? Смотрите, объясняем логику. Не, я понимаю, как это логически работает. А это нигде, блядь, в правилах не прописано. А где прописано? Сука, это просто логикой выводится из наличия существующих правил. Ой, блядь, ой, блядь. Темное зрение в темноте дает вам тусклый, ну, вот это вот. Ну, понятно. Эти тусклые след дают помеху. Помеха дает минус пять к вашей пассивке. Пиздец просто. Ясь, мы, видимо, еще и твоим игрокам усложнили жизнь. Не, это кайфово, но мне, типа, направо до пизды, потому что вы уже видели. Слушай, а это, получается, вообще какая игра, которую ты ведешь? Типа, ну, тут не посчитать. Я долго играл со своими игроками, потом был гигантский перерыв почти длиной в полгода. А, нет, ну, то есть просто у меня создалось впечатление, что ты, типа, вообще, там, игру, там, может быть, десятую, наверное, берешь. Нет, ты их до тридцатищем ты, наверное, натянешь. Значит, не посчитаю, но за два десятка точно. И сейчас мы много набрали. Плюс еще как игрок. Три раза. Ну, да, это никакая не сотня, не пятьдесят, и, наверное, тридцать вот еле наберется. Двадцать чем-то. Блин, нормально, ничего. Так что, если ты этого толкаешься, я не знаю. Не, вообще, типа, я, по-моему, на... Я просто тоже вела модуль на этом канале сказочный. По-моему, я на сказках примерно так же буксовала и нервничала. А у тебя очень мало боевок там было. Ну, а я... Ты думаешь, это было неосознанное решение? Я прекрасно. Я просто, ну, вела модуль тоже, когда я вела буквально... Я вела в жизни раз десять суммарно. Вот. И я, когда особенно пришла сюда в новую компанию, здесь Кирилл, который мастер, Федя, который тоже въедливый черт. И я такая, ну, у нас не будет боевок. У нас будет три, три боевки. Как вы, Селиза, к себе взяли и сказали, что иди к нам. У вас до этого в составе была брешь, кто-то отошел. Короче, там как получилось. У нас заканчивалось... Да-да-да, там Малакар не подчеркнулся. Я просто сказал. У нас был, типа, ближе к концу первой компании. Мы до этого, там, типа, за несколько месяцев встретились с каналом, где была Вася. Чисто побухать. Да, надо просто пообщаться, потому что там один из... Второй московский канал. А вы все в Москве, да? Да-да-да. Вот. И, типа, мы там познакомились. Потом, спустя месяца четыре где-то, мы сидели здесь после игры или, я не помню, просто собрались. Вот. И Вася сказала, что она уходит из того канала, ну, то есть, там, сотрудничество прекращено. Вот. И сказала, что ей, типа, очень досадно, что у нее проебывается написанный модуль. Да-да-да, я к тому времени уже написала. Мы такие, ой, блин, если бы была какая-то дружесная студия со столом, на которой можно прийти и записать контент. И так было. Блин, реально жалко, да. Я, типа, цитирую. Да, я до сих пор вспоминаю. И интонацию тоже. Типа, мы прямо здесь стоим, и они такие, блин, жалко, что у тебя нет знакомых со студией. Да, очень жалко, что нет у тебя знакомых со студией, куда ты могла бы прийти и записать эти вещи. И я такая, а, так можно было. Прикольно. Вася пришла просто, мы сколько там, три партии ждали? Да-да, три партии. Маленькие модули по сказкам, потом они меня позвали на какие-то ваншоты, которые они писали для Boosty. У нас примерно в тот же момент запустились ваншоты, которые писала Маша. То есть это именно авторские ваншоты, можно так назвать, которые мы на Boosty как раз продавали. И до сих пор продаём подписываясь на Boosty. Да, всё ещё можно купить себе сразу за 100 рублей месяц. 14 штук! Я их обязательно куплю и выложу у себя в телеграм-канале. Можете купить у меня перекуп, я могу перекупом заниматься. А потом получилось так, что у нас была девочка в Касте. Которая уехала в Копенгаген. Она тогда ещё не уехала. Но мы понимали, что она уедет. По учебе у неё был какой-то лайк. Она же так пропускала много. Она очень много пропускала. И под конец она сказала, что я во второй кампании не буду. Мы поняли, что мы вчетвером можем играть, но стол позволяет больше. Поэтому почему бы не расширить каст? Не знаю. А тебе вообще комфортно вести? Пятером максимум, да, выиграть? Да, да, да. В шестером мы играли в первой кампании. В шестером комфортно играть? В шестером тяжеловато, но в целом... Слушай, на самом деле похер, сколько игроков тебе вести, если не больше восьми. Если это всё люди, с которыми тебе комфортно. Ну да. Если с которыми тебе комфортно, которых ты понимаешь, когда вы на одной волне. Тут в целом похер. Вот сейчас пять человек я вообще не чувствую. Ну и сами игроки должны справляться. То есть кто-то может отвалиться сам по себе. Он тоже должен себя втянуть, чтобы общаться. Ну да, и наоборот не втягиваться. Ну то есть как-то вот... Ну как мы там часто говорим, как и все часто говорят, что настольные ролевые — это не только ответственность мастера, это ответственность всех за игровым столом. Чтобы всем было хорошо. То есть это не история, что ты пришёл и вот что тебе мастер расскажет. Я тоже не сразу к этому дошёл, а потом только осознал, что... И Батя, ты тоже должен стараться, блин. Ну-ка стараться. Поэтому это вот какие-то мелкие разговоры, какие-то расклады. Обожаемые разговоры. Сколько лет ты в Тарлово? Десять лет назад я... Не, ну вот про то, что игроки вкидывают своё. У нас на третьей партии, по-моему, на дниле это было. На четвёртой. На четвёртой. Или пятой. Что ты на седу? А, это пятая была. Сон. Такую историю. О, боже мой, да, это просто пиздец. Да, просто ну вот принёс с собой сон и сам рассказал, какой у него сон. Приснёс сон. Да, да. И мы сорок минут просто сидели вот так. Ну, а там реально очень продумано, очень интересно. Пятая партия, можешь открыть, посмотреть. Там есть таймкод где-то. Да, у нас все видео про таймкод. Красиво достаточно. Пятая партия. Новослед. Он записывает. Ну, вы меня заинтриговали. Я, если что, показал это изначально Даше. И после этого она начала смотреть компанию. Прикольно. Ну, рано вот делать ООО, это будет Х2. Нет, у нас вообще очень классно. Типа, я играла, опять же, у многих мастеров во многих компаниях. Типа, немногие из них заканчивались. У меня есть четыре законченные компании в загашнике. Вот. Но я могу четко сказать, что вообще, типа, бесценный опыт. Это мой комфортный стол, куда я прихожу вот кайфовать. Вот я прихожу. Поэтому у тебя потом Тоня кофточка. Да, да, я вот смогу личик кайфовать. Не, на самом деле, типа, очень клёвый мастер. Я не знаю, ты, может быть, встречал его, зовут Кирилл. Нет. Вот. И мастер классный, игроки классные. И поэтому у меня, например, не было сомнений, что когда ты придешь, мы все сможем тоже сыграться и что-нибудь прикольное сделать. У меня единственное, что у меня в какой-то момент возникло ощущение, что я на себя одеяло перетягиваю. Вот. Со всеми. Ну, типа, там, вот, когда я туда в разведку, тут давайте мы так идем. А, нет. Ну, типа, мне показалось, что в твоем персе это в целом... Да. Мне почему-то сложилось такое мнение, что там, условно, твой персонаж, он какой-то мозг и организатор всего действия. Ну, лидер. Лидер. Мы с Глебом пришли бить лица. Да, потому что мы идем бить лица, он, ну... Идет химик. Идет химик. Я просто не доел, блин. Я хотел потусоваться. Мне сказали идти, а я пошел. Да, мне тоже понравилось, что ты, типа, бежишь и все еще твое пузо, которое мешает. Да. И ты такой ленивый, подбежал. Разборолись. Давайте, блин. Классно. Вот мне нравится многогранность. Типа, каждый, блин, привнес свою частичку и в итоге такого... Я просто хотел, чтобы он выебался своим мечом. Это было забавно, потому что я, ну, типа, я знал, что у тебя, я не знал, какой ты там комплекция. Ага. Я буквально лицу скинул. Уолчат. Да, я, блин, читаю второй, что ли. А там что-то написано было. Не тот вообще. И просто это была история про то, что вы приходите, начинаете рассказывать, ты здоровенный мужик, ты здоровенный мужик, ты здоровенная тетка. Я 18 килограмм и 100 сантиметров. Да, да. Байт-сайз. Просто, он такой чел. И вот это вот, типа... Да, да, это прикольно. Спасибо, Паша. Спасибо, Паша. Не, очень классно поиграли. Не, реально, очень... На самом деле, вот, у меня была тоже мысль такую, кого-то, кого тут нет, что, типа, блядь, опять два выходных всаживать на съемки, съемки... Ты про Феду, что ли? Я просто не про Машу. Про, блядь, Маша. Или про девочку, которая в Кайпенгагене. Она так думала сидеть. Вот, но я прям кайфанул, потому что что-то новое, что-то интересное. Ну да. И, типа, у меня вот нет того, что я вот заебался сегодня, и я завтра пойду на там съемку в компании с мыслями, ёб твою мать. Да, в целом комфортно, легко сегодня прям. Очень приятно получилось. Это правда. Да. Так что спасибо, Даня. Приходи к нам еще. Может быть, мы к тебе придем. Да, прижим Череповец, устроился на завод, работал на Северсталь. Да, на самом-то деле, я вас услышал. Это рубрика «Приезжай, записываю у вас на студию без арендной платы», как говорит Северный канал. Блин, надо начинать, короче, гестов звать, как вот в тату-салонах бывает, типа, ты зовешь гестов, чтобы они записывали у тебя на месте, а здесь берешь деньги за это. Да, да, да. Давайте снимем у нас подземелье чекен карри. Не знаете, я всегда слышу почему-то в их огород всегда бросают камни, все плохо, прям слышу негатив очень сильно, но просто со своей стороны скажу, что я наоборот понимаю, что они такое масштабное решили сделать и почему они решили это так сделать. Естественно, я понимаю, что там не нужно ожидать того, на что в основном ругаются и не понимаю, почему вы ругаетесь тогда и хотел просто узнать ваше мнение, рано свое мнение сказал. Просто скажите ваше настоящее мнение про чекен карри, потому что мне в контексте того, как они это реализовали, я в восторге. Да, я просто в восторге, мне интересно ваше мнение. Я несколько выпусков просто смотрел на работе фоном и меня безумно смущает аналог карнавал, который там творится. Вот, типа, если бы они делали это в каком-то формате плюс-минус адекватной истории, не переходили в то, что я обгладываю ему лицо, чтобы потом вытереться об этой жопой и помыть свою жопу. Да, можно же взять Харман Квест, который как раз таки, не, она это делает. Ну вот Харман Квест, да, я, по-моему, первый раз смотрел, он в целом неплох, а у них просто это вот скатывается чаще всего в какой-то лютый пиздец, в плане того, что я кулак в богину ей. Это Филипп Киркоров, на вот эти перехождения, я ли пролистывал. У меня было любопытно, что большие цифры и интересно. Я не смотрел ни один выпуск, я много читал и у меня, ну, типа, у меня скорее позиция про то, что, ну, типа, здорово, что привлекают новых людей в движуху. Те, кому интересно, быстро поймут, что это не только про жопу и вагины. Да, в целом понятно. То есть я ни одной серии не смотрел, я считал, что там в основном уже в их огородке дают камни за то, что это не полные правила. Они там в начале объясняют как раз, что это, типа, они конкретно переработали в Upadime или Chicken Curry и что там просто осталось только броски D20. Чтобы не пришел Визард в TheCost и не сказал, это что? Нет, а Визард же спокойно относится к этому. Да? Визарды приходят, извини, пожалуйста, Визарды приходят, если ты распространяешь правила, типа, ну, словно пятерки полноценной. А так, ну, типа, мы же записываем и играем, и это все, типа, в порядке. Да, вот, типа, что нельзя делать, так это... Использовать бихолдера. Ну, да, например, там вот делать все, выкладывать статблок бихолдера, использовать бихолдера на заставке. Или тидов, вот такие вот штуки, всякие названия некоторых демонов. То есть все то, чего нет в открытой лицензии. Нет, на самом деле Chicken Curry, они, типа, они норм, они направлены на определенную аудиторию. Которая не мы. Которая не мы и которая все устраивает. Типа, я знаю чела, который ведет в подземелье Chicken Curry. А что за чел? Саша Бриганов, который администратор одной из самых крупных групп по НРИ в ВК. Что за группа? Норлоплейнг, по-моему, называется. Норпи. Норпи. Типа, он классный чел, и видно, что он вложил в это тоже много очень усилий, и вообще видно, что... И как раз таки очень мастерам там нравится, потому что как раз таки происходящее в ВК канале заканчивается очень-таки нашим хорошим голосом. Который реально... Да, да, он очень грамотно все ведет. Ну да, мне тоже... Мне просто, ну, некомфортно это смотреть. Окей, это просто, ну... Ну да, типа, в целом вот фоном послушать я могу, но... Скорее от нехуй делать на работе. Да, да, да. Типа, вот мне нужно сверить две таблицы. О, слушаю. Ну да, да. Опять жопа и вагина. Супер. Как просто развлекательный контент... Эээ, it's ok. Ну, типа, мне есть что посмотреть из развлекательного контента, что не подземелье чикенкари. Да, оно просто... Ну, в моей голове оно как будто занимает очень мало внимания, когда ты его смотришь, и поэтому мне норма. Угу. Хорошо. Было любопытно узнать. Любопытно... Было после. Когда... Поэтому... Ну, типа, я... Вот. Я вспомнил, что я хотел закончить. Типа, реально круто, что они привлекают к ДНД в целом, к вот этой настольной ролевой тематике внимание. И как кто-то вот подметил, что, знаешь, им сформировали такое мнение, вот это, вот это. Они придут и поймут, что они только это. И вопрос, перейдут ли они, или они такие, а, будем аналитик рановалить. А с другой стороны, да и до пизды. Да, пусть делают что хотят. Тут это бесполезно. Нет правильного способа играть, блядь, в ДНД. Да. И в любые настольники. Вот, ты правильно отвечаешь, а как раз таки все останавливается до твоего вот этого изречения. И все просто, вот как я сейчас начал разгонять, а зачем они придут, а нафиг они нужны, это все. Я вот не понимаю. Это просто какая-то... Тебя ебёт. Да. Слишком много времени у человека. Основной поинт. Потому что я помню, блядь, года... году в шестнадцатом, наверное, или в семнадцатом. Я не помню уже точно, когда это было. Мы собирались с ребятами, думали, что дарить Кириллу на день рождения... В семнадцатом, скорее всего, было. В семнадцатом, скорее, да. Вот. И кто-то написал, короче, что, так, нужны книги по ДНД. Ну, диалог был. Ага. А я помню, я стою на станции метро университет. У меня настолько ярко это было, что я запомнил. Смотрю в телефон, и ребятам, которые вокруг меня, начинаю гореть словами. Вы, бля, знаете, что это такое? Я ебу? Вот где мне это взять? Можете нормально написать? Ну, настолько вот, ну, совершенно непонимание было. Потому что у нас, ну, как-то в стране, наверное, в целом это очень не... На данный момент... Ну, то есть, сейчас уже лучше, чем в семнадцатом. Но, типа, очень камерная эта вся тусовка. Очень. Я вообще не понимал. Но при этом потом там мы сидели, тоже помню, на кухне у Феди. Втроем мы бухали. И ребята начали разгонять что-то по поводу компании. Это вот еще первая, когда она до съемок была. Это семнадцатый, это был сейчас год? Ну, это уже по позже. Когда мы начали играть? В апреле семнадцатого? В апреле семнадцатого года у нас началась первая компания. Да. Вот. И они начали разгонять что-то обсуждать. Мы... Я сидел, слушал, мне стало интересно. Я сказал, что я хочу попробовать. Они меня позвали посмотреть сначала. То есть мы... Ну, у нас вот этой всей студии не было. А, да, помню ты приходил, да. Куколок Максим, короче. Ну, буквально мы сидели где-то там на коленках играли. Ну, ребята, точнее, на тот момент еще. А я сидел, причем, блядь, там была совершенно конченая партия. В плане того, чтобы за ней наблюдать. Потому что это была закупочная партия. Закупочная, с конфликтами, не очень понятная. То есть там они просто... Ты, по-моему, смотрел партию, когда Полина приходила? Когда Полина первый раз появлялась? Да. Да, да. То есть там еще и все мы вели, потому что, ну, типа... Там же сложная была партия. Чуваки срались, чуваки ходили по магазинам. И где-то час игры они просто... Хоть так, мне нужен меч. Они идут в магазин, торгуются по поводу покупки меча. Вот. Но мне все равно как-то это было интересно. И потом вот мне Кирилл создал персонажа, я до сих пор играю. Потому что это оказалось прикольно. Очень многие, как я, как мне видится, которые вообще в душе не ебут, что такие опции есть. Подтверждаю, потому что я... Ну, гиком себя не назову. Но, блин, с детства играю в компьютерные игры. Обожаю фантастику. Такой поверхностный. Но люблю всю эту культуру. Ну да, блин, задрот даже во многом. Но почему-то только... Я, получается, только в девятнадцатом году. Даже в начале двадцатого. Я такой, когда смотрел вот эти очень странные дела. Я такой... Так, блин, сидят в подвале, играют несколько суток. Надо разобраться. В это, кажется, реально можно поиграть. Типа гуглю. И уже как раз таки тогда существовали, получается, вечерние кости. Я смотрю. Матерь Божья. Типа в это реально играют. Это не дети в американских подвалах сидят, играют. Это не Джордж Мартин. Кто там в детстве играл. Это все еще можно. Потом смотрю, понимаю, что в это можно играть простому смертному. Просто вот так вот. Листал все материалы, которые находил. Вот так заливал их в себя. Сразу же писал друзьям. Достаточно поебанному. Пытался их насильно затащить. Все равно мы получали удовольствие. И офигел. Прямо в открытии. Потому что до сих пор часто многие моменты, которые происходили в партиях, ты их вспоминаешь, будто бы это происходило с тобой. Потому что когда ты играешь, это как-то... Переживаешь. Это по-настоящему. Остальная. Вот мы сейчас с ребятами ведем компанию. И я такой ложусь спать. И почему-то сейчас вспомнил не какую-то там проблему с работой, а вспомнил какой-то мем в компании. И начинаю немножко думать об этом, как о своем реальном чем-то. Даже немножко. И доразвивать, подумать, а как он подумал. А потом такой, блядь, нахуй. Я думаю о невозможно несуществующем. Потом думаю, все это существующее. Это отдельная вселенная, которая ведется. И это такая терапия даже во многом. Почувствовать разные вещи в обстановке. Вот мы сидим играем, а можем почувствовать внутри себя и в друзьях что-то необычное. Поэтому я шокирован. И я строго убежден, что незаслужено побольше бы внимания. Популяризация как а-ля аниме. И так, понятно, много. Сейчас вал аниме принимается. Модно на него. Модно, да. Клево было бы кусочек Нри, чтобы тоже был более освещен. Чтобы больше людей попробовало. Это прикольный опыт, который легко получить. Можно платить. На самом деле, если посмотреть на реликон 19-го. Первая точка реликон 19-го года. Достаточно много людей было. Ага. По крайней мере больше, чем я ожидал на самом деле. Игрокон 19-го года там вообще... Ну там просто он гораздо шире. Ну он шире. Там просто про настолки. Ну там про настолки. Но, блядь, это был целый павильон в ДНХ, который был забит. То есть там было сложно пройти. Там все столы от Хобби Ворлда, на которых мастера вели пробную ДНД, они были забиты. То есть там стула нельзя было найти. Мы там как-то чужой для кого-то вытаскивали. Вот. И потом мы берем вот типа там ковид, вся хуйня. В этом году был реликон. Блядь. Ну было больше народу. Да. Да, было больше народу. И причем... Ты был? Единственный, кто может что-то ответить на это еще. И причем даже контингент людей немножко, по-моему, поменялся. Ну да, немного. То есть это не... То есть это в меньшей степени стало... Какой-то уникальной гиковской не социальной движухой. И в большей степени распространилась на наоборот более широкий социум. Да. И это очень круто. Да. Это очень круто. Есть ли у нас еще какие-то последние вопросы? У меня есть один вопрос на самом деле. Если вы меня не загрызете, потому что долго после партии идет. Смотри, Даня, я видел... Ну я вот начинал смотреть твои видосы, как я говорил. Ну вот именно компании. Мне показалось, что чуваки, с которыми ты в Roll20 играешь, это не какие-то твои друзья. Нет, я специально из подписчиков взял, чтобы попробовать поиграть с незнакомыми людьми и показать тем самым, что вы тоже можете взять в интернете, выложить, что ты видишь игру и с ними начать играть. Интересно. Я хотел этот опыт. Что? Да, та камера кончилась. Ну отвечай. Меня видно, та работает. Да? Ну если что, просто звуковую дорожку оставим. Поэтому и говорю, что то, что ты почувствовал, скорее всего, да. И их неловкость или что-то вот это, мы не знакомы с ними, типа, да. Это прикольно, кстати. Ну мы сыграли нулевую партию, чтобы почувствовать, чтобы как раз таки получше было. Нулевая партия классная. Прикольная история. Нулевая партия кайф. Не, ну кайфово, что я бы не стал так делать. Конечно. Я тоже понимаю, что с друзьями проще, лучше и круче можно сделать. Но у меня здесь был другой подход. Я хотел вот какую-то другую грань здесь. Зачем? Закрывай. Закрывай эту камеру, она кончилась. Все, остался только. Только остался я. Добро пожал... А, это конец. Спасибо всем, кто досмотрел. Оставайтесь на этом канале, если вы от меня. Приходите ко мне, если вы от ребят. Мы все в одном чане варимся, мы классные ингредиенты. Из нас получается крутой суп. Надеюсь, он не прольется и мир не канет в небытие. Поэтому поставьте лайк. Для дизлайков есть комментарии. Надеюсь, ребята его ставят. Их же отключили. У меня вчера просто отключили, я ошибаюсь. Офигеть. Подписывайтесь на канал. И не забудь любить маму. Пока! Пока! Это моя рука! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода